Девушки отдыхают 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 Не сегодня, так завтра придет новость о его кончине. Нет. Это не так. Не только он, но и Шахзаде Касыма, и Ибрагим. Они все погибнут. Как ты понимаешь, никого помимо моего сына не осталось. Но и его забрала себе Кюсэм Султан. Где они? Что она ему хочет сказать? Говори. Ты больше его не увидишь. Кюсэм Султан возвращается во дворец. Кюсэм Султан. Хизаде и Фэнди, то чуть рассудка не лишилась. Что с тобой? Почему ты молчишь? Кёсэм Султан сделала что-то плохое? На самом деле, ты сама навредила своему сыну. Кёсэм Султан? Когда ты сюда вернулась, я дала тебе ещё одну возможность. Ты растратила её понапрасну. Я не понимаю, Султанша, что вы хотите сказать? Мы сегодня стали тайными гостями на собрании Хизаде и Фэнди. У Муфте и Фэнди язык без костей. Он такого наговорил, что никакого оправдания ему нет. Но ты и так всё это знаешь. Ведь ты и есть источник этого предательства. Вы снова меня беспочвенно обвиняете. Я не связана с Хизаде и Фэнди. Стража! Бросьте её в темницу. Какая ещё темница? Что вы себе позволяете? Боизет, что же ты стоишь? Сделай что-нибудь! Валиде, это лишь меры предосторожности. Вам будет лучше дождаться возвращения повелителя в темнице. Когда будет доказана ваша невиновность, я лично вас освобожу. Стража! Боизет! Сынок! Сынок! Боизет! Сынок! Боизет! Тебе это так просто не пройдёт, Кюсэм Султан. Ты невиновного бросаешь в темницу. Теперь это твой грех. Ты оставила сына без матери. Ты заплатишь за это Аллаху. Ты заплатишь за это. Кюсэм Султан. По-видимому, наша затея удалась на славу. Гюль-Бахар получит в итоге по заслугам. Фарья Султан так просто не остановится. Она заперла меня в комнате. Я подумала, она меня убьёт. Она не посмеет. Просто пытается меня припугнуть. Ты же будь осторожна. Не отходи от меня далеко. Ты же будь осторожна. Фарья Султан – Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не могу оставить вас одну Я не могу доверять никому, кроме тебя, Халиль Паша И не переживай, ведь Мехмед Паша останется тут Как пожелаете Войди Султанша По вашему приказу мы отслеживаем всех, кто был на этом собрании Включая Хизаде и Фензи Янычары тоже под контролем Никто им не позволит и пальцем о палец ударить Отлично До приезда моего сына-повелителя Никто не должен ничего почувствовать А иначе сразу убирать этих людей Султанша Пришла Фарья Султан Пусть войдет Валиде Извините, но Я волнуюсь Сначала Эстер Хатун Теперь Гельбахар Султан А что, Сестер? Мне это тоже интересно Она вдруг пропала Но я ее видела Она была очень взволнована Я спросила ее о причинах беспокойства Но она не ответила Она ждала вас А потом пропала Видимо, пошла вас искать Я спрошу у старшей Султанша Наверняка ее кто-то видел Наверняка Извините за вопрос Но в чем Провинилась Гельбахар Султан? Я сам Султан Не надейся зря Если думаешь Что сможешь выйти отсюда И получить помилование Это решаете не вы А лично повелитель Что такое? Попав в темницу Решила поискать защиту У моего сына повелителя Все ваши обвинения Не надуманы Кража печати Пожар в столице Это все выдумки? Не старайся понапрасну Гельбахар Твоя маска упала Я знаю твое истинное лицо Эстер тоже пострадала От твоих рук Что такое? Что ты с ней сделала? Я совершенно не в курсе Что случилось с Эстер Хатун На вашем месте Я бы не тратила больше времени Находясь тут Половина твоих слов Ложь Эта ложь Навредит Лежит лишь тебе самой Молись, чтоб смерть твоя Была безболезненной Я не знаю, что ты Эта ложь Эта ложь Эта ложь Эта ложь Синан Паша Поздравляю тебя Ты всех нас смог обмануть Я даже и подумать о таком не могла Как ты можешь быть частью такого предательства? В чем ты меня обвиняешь, Эстер? Мы все стараемся сделать для себя лучше Для своего будущего Какое будущее? Скоро и ты И Ахизаде и Фенди Что роет яму повелителю Ответите за содеянное Ты... Откуда знаешь про Муфтия Фенди? Не только я Но и Кесам Султан знает А что ты думал? Собрал людей Говорил о мятеже И думал, что мы ничего не узнаем Скоро будете на виселице на площади Паша Субтитры подогнал «Симон» 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 Надо же Значит, у меня много врагов Они пытаются сделать всё, чтобы меня убрать Кто, по-вашему, мог написать это письмо? Айша Султан могла? Я знаю немного о том, что между вами есть некая вражда. Откуда у тебя такие мысли о Байше? Раз вы не отрицаете, значит, я на верном пути. Как такое возможно? Как Кёсан Султан могла узнать всё? Этого я не знаю, господин Муфтий. Но то, что всё идёт не по плану, это совершенно точно. Я со вчера не получаю вести от Гюльбехар Султан. Мне нужно предупредить сына. А то и его начнут теперь беспокоить. Было бы хорошо. Я послал весточку из Ярупаше, чтобы он покончил с Султаном Муратом. Не знаю, преуспел ли он. И если нет, то у нас большие проблемы. Султан Мурат вернётся в столицу, обо всём узнает. И тогда нам его уже будет не остановить. Вы же не просто так пришли ко мне это сказать. Есть же у вас какой-то совет. Я советую вам поскорее уехать из столицы. А там дальше видно будет. Решим что-нибудь. Паша будет считать, что ты ничего не сказал. А я ничего не слышал. Я шейху или ислам этого государства. Я не намерен бежать. Ведь даже Падиша не посмеет меня и пальцем тронуть. Не говоря уже о казни. И что теперь будет? Как мы спасёмся от этой беды? Раз Касэм Султан узнал об этом собрании, то теперь уже нет смысла ничего скрывать. Нет. Сокламаны не манасы. В Добруле? Откуда ты идёшь? Из темницы. От Гюль-Бахар Султан. Зачем ты туда ходила? Страшно тебе, да? Ведь Гюль-Бахар Султан может всё рассказать, и всё станет известно. Что ты несёшь? Я же тебе сказала. Я никак не связана с Гюль-Бахар Султан. Я не знаю, что у тебя на уме, но всё это выдумки. Пока я не могу доказать ничего, но всё впереди. Однажды я к тебе пришла и сказала, что твои злодеяния не останутся безнаказанными. День расплаты очень близок, Айше. Так близок, что ты даже себе не представляешь. Очевидно, Фарья этого так не оставит. Гюль-Бахар Султан играет со мной. Этого мы совсем не предполагали. А если она узнает о письме? Этого я и боюсь. Нам надо любыми способами заставить Гюль-Бахар Султан замолчать. Если она заговорит, мне не будет спасения. Валиде Султан. Шейх Улислам Хазлет Ля Рим. Мне нужно сказать кое-что очень важное. Думаю, лучше нам поговорить с глазу на глаз. У меня нет тайн от Мехмеда Паши. Если хочешь что-то сказать, говори при нем. Поверьте, не знаю, как начать разговор. Повелитель своими мерами, вместо того, чтобы установить порядок, только разжигает огонь смуты. Для начала он казнил сотни людей в столице. А далее последовали запреты. Вы знаете, что курившие табака были по одному выявлены и казнены. А хуже всего, что наш падишаха Фенди казнил одного предателя духовенства, Каде Изника, даже не выслушав, и повесил в центре города. И мы, вместе со всем духовенством, вчера обсуждали эти события. Султанша, я бы хотел рассказать коротко о том, что мы обсуждали на собрании. Как представитель духовенства, я прошу вас, как Валиде Султан, дать наставление нашему повелителю прислушаться к словам духовенства и действовать соответственно им. Вы тут не все написали ему в Тейфенди. Вы тут не упомянули, что хотите свергнуть моего сына и посадить на его место Шахзадеба и Зетта. О чем ты думаешь, неверный? Разве это не твои слова? Султанша, откуда вы это взяли? В чем смысл этого? На этот вопрос ответишь ты сам. Я была там и слышала все своими ушами. Этому предательству нет оправдания. Будет сделано все, что потребуется. Я уже отправила вести своему сыну-повелителю. Я чист, Султанша. В ваших этих словах нет никаких доказательств. Советую вам не идти против меня и духовенства такими безосновательными обвинениями. Ты еще и угрожать смеешь, Муфти Фенди. Тогда и у меня будут для вас поручения. Повелитель вернется через несколько дней. До его возвращения не смейте предпринимать какие-либо другие неверные действия. Ни вы, ни духовенство. В противном случае за это ответит ваш сын своей жизнью. Без сомнений, другая причина такой его уверенности. Гульбахар Султан. Я приняла для них все соответствующие меры. Но ты должен немедленно вернуться, чтобы наказать всех предателей по справедливости. Не теряя времени, возвращайся в столицу, мой лев. Вернись, чтобы мы раздавили головы этих змей, пока не стало слишком поздно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин